До выхода на лёд Амаль два тыдни. У весь этот час команда будет рыхтоваться до сезона на стадионе и в спортзале. После отпочинку львы далёкие от былых кондиций. Ещё только начало работы. Где-то через месяц, наверное, я увижу, вообще добились мы хоть какого-то результата или нет ближе к Кубку Беларуси. Развиваем скоростную выносливость, поэтому бегать, бегать, ещё раз бегать. На проглядзе Амаль 20 новичков. Самый вядомый Егор Смолин. Хоккеист гулял за нём, он шахтёр и украинский Донбасс. Плюс, который я знаю про Могилёв, что последние три года команда растёт. Может, медленно, но растёт. Не все Кубам это удаётся, тому же Бресту. Есть какой-то упадок, в минус команда работает здесь. Есть какая-то прибавка. Надо расти дальше. За счёт этого есть перспектива. Усё стабильно и на тренерском мосту. Михаил Климен чакана застався головным тренером. Предсезонную подготовку провожу впервые. Дети это одно было, а сейчас это другое. Но общими усилиями составлен план, будем работать. А что касается изменений, мне бы хотелось чуточку менее эмоциональным стать. Потому что можно, как говорится, выгореть. Но слишком болезненные поражения переносились. Не так философски к этому всему относился. Фарм команды у Могилёва снова не будя. Ближайшая змена Львова повинна была выступать у Бобруйску. В плане даже воспитательных мероприятий можно было бы спускать ребятам. Некоторым после травмы тяжело было входить в колею, в игру. Ну и плюс, многие получается, что фарм-клубы не играли ещё. Они сразу попали во взрослый хоккей. Им надо пару-тройку лет, чтобы обтереться, обстучаться здесь. В конце месяца команда планует провести несколько спаррингов. А первая жнивня – старт в Кубке Беларуси. Колькость у дельников и дата люсования – покуль невядомы. Илья Соболев, Виталь Вопсев, Новинрегион. Сохлёстом голень.